На заседании Кабинета министров республики озвучили бюджетный прогноз до 2030 года о том, что ждет Чувашию в отдаленной и не очень. В перспективе в нашем сюжете. Все расходы, которые можно отложить на следующий год, нужно отложить на следующий год. Нынешняя экономическая ситуация заставляет переначивать известную поговорку. Ситуация, конечно, очень серьезная. Общий объем доходов к фактическому поступлению к аналогичному периоду прошлого года составляет чуть более 60%. Но при этом мы обеспечиваем исполнение всех принятых обязательств. На сегодняшний день мы опять внедряем инструменты кризисного менеджмента. Начали мы контролировать уже все потоки по учреждению. У меня разговор был уже с некоторыми руководителями министерства, где допускаются расходы, на наш взгляд, можно которые придержать. Бюджетный прогноз до 2030 года предполагает два варианта развития событий. Наименее благоприятный и оптимистичный. По традиции при планировании за основу берут первый вариант. Согласно нему, по принципу строгой экономии стране придется жить еще не один год. Однако на самое необходимое средства найдутся. Будет продолжено развитие образования, здравоохранение, культуру, спорта, обеспечен социальной поддержкой населения. Так же, как и сегодня, в числе приоритетных направлений будут сохранены расходы на развитие производственной инфраструктуры, в том числе сельского хозяйства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Что касается дорожного хозяйства, то средства, к примеру, на ремонт и содержание дорог есть. В этом году на это предусмотрено почти полтора миллиарда рублей. Но эта статья затрат должна стать более прозрачной. Скажите, пожалуйста, что за дорога Калинина, Батрово, Яльчики? По участкам, отрезкам, сколько я смотрю, замечаю, никогда или Яльчики, отдельная дорога от Калинина до Яльчики. Откуда, как доехать? Объясните, пожалуйста, и протяженность этой дороги. К сожалению, я не готов пока ответить на этот вопрос. Таких ответов быть не должно, продолжил глава Чуваш и вспомнил недавний случай в Липецкой области, где асфальт клали прямо в снег. Таких вопиющих фактов вообще не должно быть. И технологии, и инертные материалы должны использоваться строго, которые предусмотрены в проектно-следовательной документации. По всем СНИПам, по всем стандартам, по всем требованиям. Поэтому главный распределитель средств должен отслеживать все работы на территории Чувашской республики. Мы и лабораторию купили, мобильную, да, 5,5 миллиона рублей, чтобы заплатили. Качество работы должно проверяться и после этого только оплачиваться в окончательном варианте. О контроле и эффективном управлении говорилось и в послании главы Чувашии госсовета. Сегодня он поручил правительству в течение месяца подготовить план мероприятий по выполнению поставленных в документе задач.